У меня появились разного рода причины не бежать в этом строю. Какое количество вы бы знали там различных цензурных каких-то фильтров, что вот надо на эту тему не шутить, эту фамилию не называть, это надо убрать. Это все превращается в какое-то такое, даже не кривое зеркало, а какой-то сборник анекдотов. Ты знаешь, что пропал жанр номера про президентов. То есть, когда начинаются авторские сборы, никто не пишет встреча президента Путина с президентом Казахстана. Никто не пишет такой номер, его никогда не будет в эфире, представляешь? Казахи делают. Ну вот всю жизнь же были такие номера, когда играли казахи? Пусть охрен знает сколько лет, где-то минимально начали такие вещи появляться. Но обязательно комплементарные, обязательно поклонения и так далее. Вы меня прямо удивляете, я просто позвался на интервью как человек, который редактор КВН, который решает, куда пойдет юмор в этой стране. У нас был случай, когда команда, в высшую лигу попав, готовила очень долго конкурс. Очень классный конкурс получился, супер. Песня была про то, что надо разобрать балкон. Перемен требуют наши сердца. Про балкон надо лыжи убрать и банки убрать, а здесь вот поставить диван. Грубо говоря, вот такая песня. И они под песню «Цоя перемен» это спели. Пришел человек в день генералки, после генералки, и сказал, эту песню включать на Первом канале нельзя. Эта песня прямая ассоциация с недовольством властью. А вообще что это за люди? Не называя там, естественно, имен понятных. Есть такие люди. Я хрен их знаю, как их зовут. Они работают в АМИКе или от меня нет? Нет, они работают на канале. Есть в АМИКе люди, которые страхуются, чтобы вот те не порычали. Потому что бывает так, что АМИК снимает передачу, мы ее на монтаже собираем, она уходит на канал, а канал вырезает оттуда еще куски без ведома. И тогда Александр Васильевич говорит, господи, а как, почему, с какой стати, что в этом плохого вообще, скажите? А передача режется, становится хуже из-за этого. Он прав. За ним не последнее слово. А вот представляешь, оказывается, нет.